Ребята, здравствуйте, приветствую вас на канале Апасов, как всегда по понедельникам с Андреем Вигеринским. Мы начинаем рубрику, которая называется «Привет, Андрей». Сегодня абсолютно невеселое начало, естественно, оно в общем-то последнее время невеселое, но сегодня особенно невеселое начало нашей, ребята, рубрики и нашего новостного обзора и разбора, как хотите, так и называйте. Давайте пока что какие-то отметочки обязательные поставьте, там лайки, комментарии в поддержку канала, чтобы это видео набирало. Я расскажу, какие мы темы сегодня будем обсуждать, хотя я думаю, что все прекрасно их и знают. Это тема Ахмадета, тема удара в целом по Украине. Заодно поговорим о том, что премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Китай. Украина-Польша подписала соглашение по безопасности. Также у нас есть новости из Франции, у нас есть другие новости, которые будем обсуждать по международке. Вот такое начало, вот такое начало. Здравствуй, Андрей. Какой день, такое начало в прямом эфире. Но день действительно не самый воодушевляющий для начала недели. Может, продолжение недели будет спокойнее. Привет. Да, ребят, давайте для начала немного того, что сегодня произошло. Сегодня был масштабный удар по территории Украины. Большая часть из него ударила по Киеву. По общим сведениям, которые есть на момент нашего разговора с Андреем, если опираться на сказанное мэром Киева Кличко, то количество пострадавших в Киеве увеличилось до 66 человек. 44 из них госпитализированы в медучреждения города. Другим оказывали помощь непосредственно на месте. Удар пришелся, и есть уже кадры прямого прилета ракеты по детской больнице Ахмадед в центре Киева. Ужасная ситуация. Огромное количество детей на этих фотографиях на улице. Ну, все это прекрасно видели и понимают. Я думаю, что здесь даже объяснять излишне. По этому поводу уже стало известно, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания ООН по поводу этой атаки. И вот у меня, Андрей, к тебе, знаешь, ну, то есть здесь какой может быть вопрос? Естественно, что все это осуждают, и это ужасная ситуация. Вот этот созыв чрезвычайного заседания, он что-то решит? Нет. Как и все предыдущие срочные созывы Совета Безопасности. Более того, ну, кроме созыва Совета Безопасности, у нас Андрей Борисович Ермак вот написал свежий пост о том, что ракету идентифицировала Служба Безопасности Украины в модели Х-101, и, соответственно, в ней очень много микросхем и комплектующих со стран Северо-Атлантического Альянса, и об этом очень важно и необходимо говорить в Вашингтоне во время саммита Северо-Атлантического Альянса, чтобы прекратить поставку микросхем, которые используются в ВПК Российской Федерации. Поэтому, как вы видите, у нас несколько опций. Первая опция – это политическая площадка, которая находится в Нью-Йорке, в Организации Объединенных Наций, сядут, обсудят. Россия или российские представители, если примет участие, то скажет о том, что эта система противовоздушной обороны неправильно сработала, хотя уже есть аудиовизуальная фиксация того, что на самом деле вроде бы это ни разу не система противовоздушной обороны, и скажет о том, что это провокация, которую используют в политических целях, то, что они написали, то, что они заявили. Украинская сторона скажет о том, что Россия продолжает терроризировать гражданский объект, совершает преступления, агрессия, соответственно, уничтожает не только объекты критической инфраструктуры, но и медицинские учреждения. Более того, медицинские учреждения, в которых содержатся не военнослужащие, не военно-пленные, не, скажем, военные госпитали, а абсолютно гражданские объекты с несовершеннолетними детьми. Ну, действительно, тут говорить нечего. Почему? Потому что мы все видели кадры Ахмадета, видели детей, которые сидят вдоль разбитой больницы с кислородными другими масками и, скажем, подкапельницами. Ну, тем более, нужно понимать, что в Ахмадете сложные случаи лечат детей, то есть все, скажем, с сложными заболеваниями. И, собственно говоря, пошумят, поговорят, и война продолжится. И вот это, знаешь, как бы, мы уже на третьем году войны, после неоднократных прилетов и в Мариуполе, которые были тоже по объектам, которые содержали в себе, ну, или пытались сохранить жизнь гражданским, и, скажем, по всей территории Украины мы продолжаем каждый раз апеллировать к международной сообществе о том, чтобы она каким-то образом на что-то повоздействовала, только она не может повоздействовать на это. Потому что по количеству ракет, которые Российская Федерация накопила, и об этом было там сообщение неделю или две недели назад, они плюс-минус, ну, там, по 600 ракет разных, или 540-550 ракет у них в наличии. Ну, и они их применяют, они воюют, они их применяют. И у нас недостаточно систем защиты для того, чтобы там снизить процент или коэффициент сбития до минимума, там, 0-2 процента, там, да, или 2 процента, то есть. И все. Это не то, что, как бы, я там сгущаю краски, да, это просто та неизбежность или принятие, которое, к сожалению, сопровождает. Ну, вот я сегодня, мы с тобой разговаривали перед эфиром, да, я давал интервью каналу нашему национальному, и у меня как раз над головой что-то сбивали или что-то падало. Ну, и ты сидишь такой, вроде бы, лицом надо демонстрировать абсолютное спокойствие, только шумовое сопровождение, оно такое, знаешь, не сильно спокойное. Ну, и плюс в окно видишь, как там клубы дыма подымаются. Поэтому, ну, это та действительность, в которой мы существуем. Ну, жалости, сострадания ни от кого не требую, не нуждаюсь, потому что я понимаю, в какой ситуации существует страна. К сожалению, просто, ну, одно дело, когда речь идет о военных объектах, да, или легитимных целях, а другое дело, это когда касается детей, ну, типа, ну, извините. Я понимаю, что там рядом где-то завод Артема, ну, рядом, это относительно рядом, на расстоянии нескольких километров, да, и, может быть, с учетом того, что попали там по... другие попадания были рядом с метроулки и возле соответствующего торгового центра, который там на территории или рядом с территорией Артема, да, что, может быть, целились туда. Но от этого ни хрена не легче, ну, если сотни или тысячи детей, ну, под угрозой и количество пострадавших детей, да, ну, переваливает. Поэтому, как бы, отговорки, официальные, ну, речи представителей, они будут лицемерны. Ну, на тему, да, ничего подобного, это не мы гражданскую инфраструктуру не бьем. Ну, точно так же, как и мотивация о том, что это удар-ответ на что-то. Ну, а первый удар был ответом на что в феврале 22-го года. Ни на что. Просто били. Не нужны вот эти поводы, ответы, симметрия, асимметрия. Они просто бьют по тем объектам, которые считают, что несут угрозу. И в данном случае, вот, знаешь, Андрей Борисович пишет, надо ограничить поставки микроэлектроники. Так ее надо было ограничивать поставку микроэлектроники, тогда, когда они восстанавливали запас ракет, которые выстрелили. Ну, то есть, идея же заключается всех санкций и ограничений. Тогда, когда ты, противник, израсходовал запас, переходит к накоплению или производству, и ты ограничиваешь возможность приобретения этого оборудования. Тогда он не может быстро восстановиться. А так он уже восстановился. Ну, и жаль, но вот эти темы, знаешь, они уже настолько несколько раз по циклу проходят. Удар, разговор о том, что нужно ввести санкции, ограничить, нужно предоставить дополнительные силы противовоздушной обороны. Все покивали хоботом, все 15 миллионов раз назвали terrorist state Russian Federation. Все запостили фотографии, все запостили, ну, все, что могли запостить. Все все запостили, все-все слова сказали, и война продолжается. И все, знаешь, люди, я тебе уже возмущался вне эфира, что решительные посты из разряда никаких переговоров, только языком силы, только нагнуть, только, короче, сломить, только это базара ноль. Ну, кто против? Ну, особенно авторы, которые это пишут. Ну, никто ж не против. Нагибайте. Ну, а вопрос с размерности или паритета в наличии средств поражения подобного характера. То есть, ну, вот я в упор не понимаю, как бы, ну, я... Человеческие эмоции... Сегодня Хелси меня вообще порадовала, я эти даже зачитаю. Ну, короче, вот этот разъебос, прости меня, по всему Киеву, да, ты видишь, там, Ахмадед, короче, левый берег, правый берег, все разлуплено, и мне Хелси прилетает... Хелси – это для тех, кто не в курсе, или тех, кто в курсе, это наш сервис по медицинским услугам государственных. Да. Короче, сообщение. Ну, знаешь, вот я и так был почти спокоен, а вот тут, короче, меня немного затригерило. Заспокойтесь. Спробуйте подыхать, чтобы снять напружение, снизить стресс и упорядкувать думки. Думаю, ну, блядь, вы издеваетесь, короче, или... Ну, это куда? Это к кому? Это, ну, в смысле? Спробуйте подыхать. Да нет, ну, задержал дыхание, не дышу. Не могу упорядочить мысли, знаешь. Ну, вот оно все как-то так. То есть я... Может, людей успокаивают подобные сообщения, но я как бы не так, чтобы... Считаю, что это уместно уже на третьем году войны. Но стоит, знаешь, как бы отойти от этой такой публицистической аналитики, перейти к аналитике того, сколько летело, куда летело, почему днем, почему системы сработали, какие есть системы, плохо сработали, хорошо сработали, какие эффективные, какие неэффективные. Да, в эфире этого сделать невозможно. Точно так же, как в эфире, невозможно нам с тобой проанализировать, по каким целям, ну, был нанесен удар непосредственно, кроме Ахмадета. Ахмадет — одна ракета. Это, я думаю, что найдется какой-то город по братым или какая-то ответственная страна, которая обяжется восстановить в кратчайшие сроки соответствующую больницу. И будем надеяться, и оборудование, и дети будут получать надлежащий уход и, соответственно, помощь. Но нужно понимать для нашего военно-политического руководства, почему по Артему до сих пор прилетает. Ну, это же уже не первый раз. То есть, 22-й год я минимум 2 или 3 прилета помню. 23-й год. Я понимаю, что огромная территория, но это центр города. Ну, производится там что-то, осуществляется деятельность какая-то или не осуществляется. То есть, это системные вещи, которые необходимо анализировать и плюс понимать, что, да, действительно, на часть территории этого завода со временем была росгосударственна и передана под застройку там и жилые дома в том числе есть. Вопрос, который касается систем противовоздушной обороны. Возможно, часть была переброшена на фронт в силу того, что там, ну, максимально горячий этап, да, противостояние, и Россия использует авиацию, и, соответственно, эти системы используются для того, чтобы, ну, приостановить или замедлить или сдержать наступление. Ну, или же, допустим, ну, часть систем выбыла из эксплуатации, или не хватает, ну, скажем, ракет для этих систем. Ну, тут рассчитывать не то, что на честный диалог, а на открытую информацию нам не приходится. То есть, в этой части вот как бы вот очень важен, ну, не то, что важен, да, это наблюдение, которое стоит людям тоже отмечать и понимать, что подобного характера расследования провести в соцсетях невозможно, возмутиться в соцсетях тоже невозможно, потому что полнотой информации владеют органы государственной власти. А органы государственной власти в этой части, да, нуждаются в полной и абсолютном доверии со стороны граждан в этом вопросе. Ну, иначе никак. То есть, граждане должны доверять деятельности государства в части обеспечения их безопасности и информации, которые они предоставляют, а также мероприятий по обеспечению их безопасности, да, для того, чтобы не ставить вопросы и не додумывать. И вот эта, ну, важная миссия, которую несет за собой государство, которая не может раскрывать тайн, да, она не может сказать, вы знаете, а мы там вот на том заводе производили это-то и то-то-то, поэтому оно туда и прилетело. Соответственно, так никто никогда не скажет. Да, но системность подобных вещей, она негативно влияет на уровень доверия и на уровень веры в то, что решения принимаются системно, и они минимизируют риски предыдущих событий, которые уже состоялись. А писать в соцсетях, знаешь, там типа, ну, сейчас там вечером проснется Марьяна или вернется к ней интернет или что-то другое и начнет. И начнет рассказывать зрадоньку, знаешь, а я же вам писала, что то было уничтожено, а этого нет, а это все из-за халатности, и вот. И она, грубо говоря, начинает искать на низком уровне, то есть на линейном уровне ответственных. Ответственными здесь являются, очевидно, страна-агрессор, которая осуществила пуск. А организационные мероприятия, да, связанные с обеспечением защиты тем и средствами, которые есть, это вопросы, которые мы не можем оценить, потому что мы не органы следствия, и мы не владеем полнотой информации. А проводить расследование, что за ракета летела, по видео в интернете низкого разрешения, да, и типа вот так, это на глаз похоже или не похоже, она синенькая, вроде без крыльев, типа там, да, вот такая, такая, ну. Это не совсем то. Есть информация такая совокупная по удару по Украине. Если, ну, опираться на ту информацию, которая есть на данный момент, то было выпущено всего 38 ракет, сбито из них 30. По всей Украине уже 28 погибших, 112 раненых. После ракетной атаки это новости со ссылкой на официальное МВД. 11 человек погибли в Днепропетровской области, 1 в Днепре и 10 в Кривом Роге и 17 в Киеве. Повреждены более 50 гражданских объектов, жилые дома, бизнес-центры и два медицинских учреждения. Вот такой день начался, вот так началась неделя. Переходим дальше. Переходим дальше. В Китай со своим визитом прибыл премьер-министр Венгрии Орбан. Встретился с Си Цзиньпином. Интригу попытался надуть Орбан этим визитом. То есть, куда же поедет, прям все думали, догадали. Ну, в принципе, большого выбора не было. И все предположили, и, в общем-то, и угадали, что Орбан поедет таки в Китай, куда он, собственно, благополучно и съездил. Что известно после встречи? И вообще, о чем они говорили? Говорили они о войне в Украине. Я думаю, что не только, но заявлено было о войне в Украине. Венгрия и Орбан, в принципе, ну, то есть, который ее представляет, заявили о том, что Китай должен выступить и может выступить, скажем так, урегулирующим каким-то фактором. Урегулятором, да. Урегулятором. Китайский урегулятор. С другой стороны, известно, что Си Цзиньпин поддержал видение Венгрии и Орбана в вопросе урегулирования войны в Украине. Какое видение у Венгрии, собственно, видно было, наверняка, по заявлению, когда Орбан был в Киеве. С таким же заявлением он потом был в Москве, и, собственно, и в Киеве, и в Москве, получил приблизительно одинаковый ответ о том, что нет, это невозможно, и отправился с ним в Китай. Сказать, чтобы Китай поддержал видение Венгрии, это было бы, мне кажется, очень странным, по причине того, что это видение было ранее изложено самим Китаем. И здесь идет, как я вижу, Андрей, эту ситуацию, накачка немножечко мускулами самого Орбана и повышение его значимости для остального мира, как представителя Европы, как другого представителя Европы, который отличается от лидеров стран, коалиции. Какой дальше будет ход? К чему это ведет? Как ты видишь ситуацию? Хороший вопрос на тему, а что дальше? Ну, дальше НАТО, саммит НАТО, на который полетит Орбан. Понимаешь, специфика его визитов. Ни один из них не заканчивался широкой пресс-конференцией с деталями. Типа, мы сели и начали. Раз, два, три. А он мне это, а я ему то, а мой он ты. То есть, время, проведенное с лидерами стран, продолжительное. В Украине два часа, в России три часа. С Си Цзиньпинем количество часов мы не знаем, но, наверное, тоже немало. Хотя с Си Цзиньпинем, я думаю, что предварительные наметки по подобной географии визитов или, скажем, попытке имплементировать какой-то ряд мероприятий, они были проработаны. Проработаны два месяца назад, когда Орбан находился. Ну, вернее, не Орбан, а Орбан принимал Си Цзиньпиня в Будапеште. Но география была важна, она была необходима, и она была ужата во времени именно, чтобы успеть до саммита НАТО. Орбан может надувать себя сколько угодно, но в этом нет смысла, если ты не нацелен на результат. То есть, ну, знаешь, как у нас любитель надувать и паруса, и себя, и Макрона. Дул-дул, 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 в итоге додулся. Додулся до того, что, ну, грубо говоря, своей коалиции нет, и правительства своего тоже не будет. И дальше до 25-го года будем, знаешь, как на постоянных балансах сидеть, и постоянно, ну, конечно, у него появится фактор или обстоятельства, на которые он сможет ссылаться, сказать, так, у меня ассамблея, видите, какая сложная. Ну, и второй раз зайти на выборы, это когда? Осенью ему заходить на выборы, на очередные досрочные. Ну, тоже глупая история. Вот. Поэтому нет смысла надувать себя, потому что, ну, у него в внутренней политике все нормально, во внешней или на международном контуре. А если это будет фиаско и ни о чем, то тогда ты не, ну, как бы, ты только подтвердишь то, что, грубо говорят, ты пытаешься изменить. Изменить он лишь пытается подход, который существует мейнстримный, среди тех политиков, которые определяют Европейскую Союзу, на другой. Можно пропустить, как бы, все прелюди, просто, ну, то, что продвигается в Европейском Союзе. Мы поддержим мирный план Зеленского, мирный план Зеленского предусматривает, что Россия выводит войска и дальше мирные урегулирования. И вот в этой риторике все движется. Он говорит, ну, так эта риторика, и она очевидна, на самом деле, многим и всем. Не от того, что мы верим, не верим, мы просто понимаем и видим ситуацию на поле боя и слышим, что озвучивают в Кремле. Ну, то есть, если вооруженные силы Российской Федерации находятся в стадии наступления и, там, по картам Дипстейт немного продвигаются, там, раз в неделю или каждую неделю, да, то вряд ли бы они сказали, да, да хрен с ним. Мы уничтожили тут десятки населенных пунктов, положили несколько сотен тысяч людей, да и, ну, нормально, сходили типа на экскурсию в Украину и выходим. Ну, это глупо. Тем более, ну, в такой ситуации, когда вы еще отфиксировали определенное положение вещей, как вы считаете, в своей конституции. Поэтому тот план, при котором они куда-то уходят по доброй воле, он неосуществим. И Орбан говорит, ну, вы пытаетесь или остаетесь верны правильным словам, но правильные слова не ведут к результату. Вы не ведете диалог с теми странами, на которые, собственно говоря, ваш план и опирается. То есть, ваш план исходит из мирового давления на РФ. Но этого мирового давления нет, потому что она рукопожатна в БРИКС, она рукопожатна в группе 20-ти, она рукопожатна в Шоссе, у нее торгово-экономические отношения с Индией, с самой большой демократией, которая тоже прилетела своих солдат освобождать из российской армии. Я такой херни, конечно, в жизни не слышал, но моде проканывает, и мир ведется на это. Прикинь, сколько миллионов индусов должны были уехать, чтобы целый премьер-министр поехал их из армии поехать добровольцами, добровольцами. Ну, видишь, нельзя мобилизировать, они же не граждане Российской Федерации. То есть это контрактники, наемники, завербованные, и он едет якобы в Москву их освобождать. Я такой чуша просто, ну, типа, ну, допустим, он едет именно поэтому, хотя я имею глубокие сомнения на этот счет. Ты не знаешь, какие представления у индусов о том, что происходит вообще? Я думаю, вообще никакой представления у них на этот счет нет. Более того, моде, я, конечно, могу ошибаться, но я думаю, что он в Астане, в Казахстане на прошлой неделе тоже присутствовал, когда было заседание ШОС. Ну, вернее, кто-то от Индии точно был, и ведь с учетом того, что это был саммит лидеров, то и Индия там тоже присутствовала. Значит, вроде виделись. Значит, уже будет не вопрос, который касается совместной декларации, а вопрос, какой касается технических вещей. И Орбан говорит, ну, вы с Китаем не разговариваете, глобальный юг, который вам тоже нужен для давления, которые торгуют с Россией, тоже самоустранился от вашего плана. Как вы его достигать собираетесь? Ну, это же нормальный иррациональный вопрос. То есть ваш план основывается на том, что надо давить. Давить политически, используя всех торгово-экономических партнеров России. Вы с ними диалог не ведете. Они на Россию не давят. Может, ваш план в натуре как бы не так, чтобы... Ваш это имеет в виду не столько Владимира Александровича, сколько тот, который поддерживает Европу. Я сейчас в плоскости Европы нахожусь. Поэтому давайте, короче, если ваша политика не ведет к окончанию войны, и уже есть тысяча и одна публикация на тему того, что конфликт выходит из-под контроля и может грозить более серьезной эскалацией, которая вовлечет в себя страны Североатлантического альянса, так может, типа, а вы от этой политики отказаться не можете, так может, я попробую. Ну, и он пробует. Я не думаю, что... Ну, нет у меня ощущения, что он настолько инфантильно глупый и неопытный политик, чтобы он эти все воежи осуществлял без предварительного согласования алгоритма действий, ну, по крайней мере, там, весной текущего года с Китаем или с той же Российской Федерацией. То есть оно выглядит как с фонтанной, потому что могли даты, допустим, не согласовывать конкретные, да. Ну, понимали, что отправная точка — это 1 июля, а там надо вот как-то быстро будет всем повидаться с учетом и саммита Шоссов, и с учетом двухсторонних встреч, и с учетом графика стран встреч НАТО. Вот в это окно надо вписаться. И он вписывается в это окно. Он исходит из того, что его концепция другая. Отправная точка — это выведение войск. Ну, не выведение войск, наоборот, извини, а прекращение огня на том месте, на котором есть. И когда он Бильду дает интервью, ну, и говорит о том, что стороны ж не отказались, а высказали опасение, это сложно. То есть он не говорит о том, что невозможно, она говорит сложно. Почему? Ну, нет доверия. Ну, понятно, нет доверия, кто бы доверял своему врагу, который и так тебя бомбит и лупит по детям, да. Ну, это очевидная вещь. Но он не сказал невозможно. То есть существуют какие-то механизмы, какие-то механизмы, которые могут обеспечить, допустим, режим прекращения огня по линии разграничений. Он их не озвучивает. Но он и не может сказать, да, это легко. Да ни хрена, но легко быть не может, потому что все уже давно сказали, что, типа, нет, нас это не устраивает. И опасения тоже звучат как бы со стороны Кремля более четко, со стороны Украины менее четко, но тоже звучат. Президент Блумбергу ответил. Ну, я как бы не сильно мотивации удовлетворен, потому что она звучала, ну, не совсем убедительно с позиции даже того, что мы сегодня с Польшей подписали. Ну, мы же подписываем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в кавычках, гарантии, безпековые гарантии, да. Да. Там основание для их начала, это что? Очередное или в случае нападения Российской Федерации. Угу. Ну, мы когда-то с тобой останавливались на том вопросе, что считается нападением Российской Федерации, когда начинается момент отчета начала этих обязательств. Ну, по логике, тогда момент прекращения огня. Ну, или тогда момент мира. То есть, что вы имеете в виду? Ну, в случае очередного нападения. Ну, и президент говорит, ну, вот они сконцентрируют силы, а у нас не получится, допустим, собрать необходимую помощь. Это он Блумбергу говорит. Или, допустим, это будет сложно. Ну, во-первых, прекращение огня с одной стороны и с другой стороны всегда сопровождается укреплением позиций. Это логично. Во-вторых, ну, с партнерами они могут это задекларировать, что прекращение огня является условием для начала действия правила, предусмотренного соглашениями о гарантиях безопасности. Ну, если ты веришь в эти гарантии. А так ты вот, знаешь, как решительно говоришь, не существует твердых гарантий. Ну, тогда дипломатическую работу за последних полгода ты перечеркиваешь. Поэтому я как бы не совсем удовлетворен этим моментом. Возможные опасения президента, они кроются чуть-чуть в другом, что в случае прекращения огня нам прекратится поставка вооружений и военной помощи. Эти опасения более реалистично выглядят. Но, опять же таки, тут мы можем полагаться только на то, что, знаешь, наши партнеры, во-первых, сдержат слово, а во-вторых, в этой логике мышления она тупиковая. Потому что, знаешь, типа она звучит примерно так. Пока воюем, то оружие дают. Перестанем воевать, оружие не дадут. Но перестанем воевать, перестанем умирать. Да, ну, где-то логика такая. То есть, или давайте, ну, причинять страдания и разрушаться в тылу, и разрушаться на поле боя. То есть, социально-экономическая картина, она рушится по мере продолжения войны. Это тоже стоит признавать, это стоит этому отдавать отчет, это тоже стоит понимать. Нас становится меньше, мы становимся беднее. Ну, и условия нашей жизни тоже становятся сложнее. Не говоря о том, что сам же президент в том же, или предыдущем интервью говорит, а нам, ну, наши союзники не укомплектовали еще там 14 или 16 бригад. Ну, как бы, такие тезисы ты с ними сильно в мобилизацию не попрешь. И, знаешь, если бы кто-то, если массовый зритель мог бы складывать этот пазл в голове, то и, как бы, риторика, я думаю, наше военное и политическое руководство менялась, она бы становилась, ну, более содержательной и более последовательной, исходя из требований общественного запроса. А так, вот, это как история постов после обстрелов, знаешь, вы, знаешь, выхватил одну фразу, эмоциональный выплеск сделал и, как бы, там, завтра наутро проснулся и забыл. В этом, грубо говоря, и сложность подхода к анализу, как бы, событий, связанных с возможным развитием, ну, деятельности Орбана, потому что, ну, есть накопление информации, ты его никуда не денешь. Но наш президент озвучил. Значит, президент должен быть уверен в чем? В том, что поставки вооружений не прекратятся с прекращением войны. Постанется поставка, там, финансовых ресурсов для того, чтобы копать фортификации, делать укрепрайоны и так дальше, да. Он должен быть в этом уверен. Российская сторона, что заявила? Мы не можем пойти на прекращение огня. Это как раз, по-моему, в Астане Путин озвучил и потом подтвердил, типа, во время встречи с Орбаном. Ну, добавил, конечно, очередных политических штрихов. Уже вторых. Ну, отдельно, если захочешь, остановимся на этом. Но это, он накидывает аргументы, от которых он сможет откатиться. Почему на вопрос милитарный, на вопрос на земле он добавляет, допустим, там, вопросы легитимности, вопросы, типа, устранения политического лидера и так дальше. От этого можно отойти. Это как вопрос, объявил Зеленского в розыск, херясь и убрали с розыска. Да. То есть, это, 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 как бы, принципы и базисы озвучены. На них на чуть-чуть добавил еще, и вроде бы ты чуть сделал шаг назад, убрал то, что ты добавил, но базис остался, да, и базис касается целей, непосредственно связанных с полем боя. Ну, типа, там, выведение войск с территории и так дальше. Признание ситуации на земле. Но что Путин говорит? Мы не можем пойти без гарантии или без уверенности в том, что и другая сторона не воспользуется этим режимом прекращения огня для накопления своих ресурсов. Поэтому мы должны создать условия, которые сделают прекращение огня необратимым. Хреновая формулировка, потому что сделать прекращение огня необратимым, это история из разряда ликвидировать наступательный потенциал. Не знаю, что он вкладывает в это. Ракетные обстрелы, экономическую блокаду, энергетический коллапс и другие виды коллапсов. И момент, когда это должно произойти. Тогда, когда ты не сможешь это преодолеть или видоизменить. То есть тебя загонят в тупик, и, грубо говоря, рубильник от тупика будет только у одного субъекта. Ну, это я могу на примере электричества это привести. Ну, просто как пример. Я не знаю, будет это так или нет, но логика выглядит примерно так. Осень, октябрь, ноябрь. Скорее, октябрь. Рубятся распредсети. Ну, они сегодня по предварительным каким-то данным в телеграм-каналах, я не знаю, а, ну, Детек написала, по-моему, что три распределительных узла было ликвидировано. Ну, не ликвидировано, а уничтожено в Голосеевском районе. То есть уже опять не генерация, а сети. Ну, соответственно, удар по сетям в октябре без возможности, без запаса запчастей, связанных, допустим, с быстрой оперативной заменой, выводит генерацию, не знаю, ну, не с атомных станций, ну, допустим, с атомных станций или с перетока с Европы и состояния функционирования. И у тебя образуется еще дефицит при условии возросшего потребления. Ну, дефицит, вот берем Европу, там 1,7, ну, допустим, в пике 2 гигаватта, плюс у тебя растет потребление еще на 20%, и тебя отрезают от, ну, скажем, физических 2 гигаваттов, и еще у тебя плюс-минус 6, это тот дефицит, который есть. У тебя минус 8. Ну, минус 8, это мы атомку даже не берем. И в итоге, и в конечном итоге говорят, смотрите, если мы сейчас прекращаем огонь, мы теоретически можем вам включить переток с российской энергосистемы или с белорусской, и вроде бы, и вроде бы, типа, не ждете ремонт, а можете, ну, как бы, ну, надо, чтобы, как бы, вот, чтобы мы отфиксировались с вами в прекращении огня. Будет это гуманно? Нет. Будет это жестко? Да. Будет это с нарушением норм международного права и, скажем, того, чтобы довести население до состояния, которое далекое от уровня комфорта, да, и привести к гуманитарной катастрофе? Да. Но это война. И типа посты из разряда террорист стейт, они этой ситуации не помогут, ну, потому что физическая инфраструктура, она будет ликвидирована. Да, и с одной стороны, а с другой будет. И вот Орбан говорит, это не невозможно, это возможно, просто надо найти правильные условия. И он едет, кто может выступить там гарантом поведения и, ну, скажем, дизионером совместной политики с Россией по внешнему контуру? Китай. У них совместное заявление, всем советую взять, открыть, прочитать. Документ содержательный, системный, взвешенный в их позициях видения мира. И он в целом демонстрирует, где, кто, какая сторона может пойти, на какие уступки. Они готовы к прекращению боевых действий. Они готовы к завершению войны. Они готовы признавать территориальную целостность, суверенитет и так дальше. С особенностями, со своим прочтением. Но ключевой... Только эти особенности нам не подходят. Ну, наши особенности им не подходят. И вот в этой ситуации, знаешь, как бы... Либо продолжать то, что есть, но и ожидать черного лебедя, ожидать сильной переговорной позиции, ожидать решительной позиции наших партнеров по обеспечению нашего тыла и обеспечению наших вооружений, системы противовоздушной обороны и предоставлению войск на территорию Украины, чтобы решительно победить Россию. Ну, вот это я все перечислил. Оно звучит как фантастика, потому что... Но без него достижение результата не является возможным. Ну и вот такая ситуация. Особенности не подходят, а продолжение такое, как надо, и чтобы мы достигли своих особенностей, оно не усматривается. С точки зрения действительности. И все это время война продолжается. То есть она же не останавливается. Тут из последнего есть заявление Зеленского непосредственно из Польши по поводу миссии Орбана. Назовем ее таким образом. Президент сказал следующее, что роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз. Но не Венгрия. Хорош, Владимир Александрович, хвалю. Ну, горжусь. В целом идем в унисон с... Ну, я просто сегодня и вчера уже пару раз эти события все комментировал и говорил о том, что третий вопрос, который Орбан задавал Путину, касался безопасности Евразийского континента. А грантами безопасности Евразийского континента в целом, то есть системы безопасности отношений Европы и России, Европы и Китая могут быть великие государства. Великие с точки зрения ядерного потенциала, экономической мощи или цепочек добавочной стоимости, которая формируется в их взаимной торговле. Тех, кто взаимно заинтересован. И это не вопрос посредничества Венгрии. Это вопрос выполнения Венгрии функционала, связанного с подготовкой переговорного какого-то трека, какого-то, мы не говорим какого, где роль интересов Европы будет представлять Европейский союз в лице Еврокомиссии или, допустим, лидера европейской дипломатии, на роль которого может претендовать группа Орбана в Европарламенте с одной стороны. И с другой стороны будет Россия или, допустим, Россия как участник, страна-агрессор, она не посредник, и Китай. Более того, я считаю, что стоит отметить слова Си Цзиньпини, которые сегодня были процитированы, о том, что позиция, которую озвучил Владимир Александрович, она соответствует словам Си Цзиньпини. То есть гарантами или сторонами, которые обеспечить прекращение огня, завершение войны, могут великие государства. Но концепция великих государств в Си Цзиньпине звучит в плане мироустройства. То есть большие государства должны брать на себя ответственность за регионы, в которых они расположены, и за безопасность в регионе. Это было в 2023 году, в начале 2023 года, вместе с мирным планом по Украине. Ну и вот он говорит великие государства, Владимир Александрович перечисливает великие государства, но Европейский Союз рассматривает как целостный организм. Поэтому тут не сказать, что у нас позиция с Китаем расходится. Ну, может, Владимир Александрович тоже ознакомился с позицией Си Цзиньпини и уже решил на дипломатическом уровне этой ситуации подыграть. Но техническую работу на уровне стейкхолдеров многополярного мира или двуполярного мира, пока он не стал еще многополярным, должен кто-то выполнять. Но этим кто-то, в данном случае, является Венрия. Точно так же, как в свое время Минск или Стамбул выполнял роль посредника, и в Стамбулском соглашении или в его проекте там были перечислены страны-гарант, которые должны были этот документ перевести через свой парламент. Ну, и там тоже были Соединенные Штаты и Китай, по-моему, был. Ну, и другие там все. Но все же понимают, что сейчас вопрос, условно, урегулирования миропорядка находится в плоскости того, как сойдутся или не сойдутся в правилах сосуществования фактически США и Китай и страны, которые к ним тяготятся. Ну, соответственно, как бы тут Владимир Александрович нигде ничего не дал соврать. Кому-то, может, это, конечно, не понравится. Скажут, о! А как же ж концепция ни слова про Украину без Украины. Да ну... Ну, как бы вот так. Я это, как бы мантры эти все и, знаешь, ритуальные пения, они уже настолько вот здесь сидят. То есть обязательно, когда ты упоминаешь Орбан, это псевдомиротворец, пособный Кремля. Я в эфир включаюсь какой-то, знаешь, и мне такое впечатление, что мне напоминают, типа, о том, как правильно, типа, ну, премьер-министра Венгрии характеризовать. Нахрена это? Ну, то есть для чего? Типа продемонстрировать свое вербальное превосходство или доминирование, оно каким-то образом в снаряд ложится или что? Поэтому ритуалы, это очень прикольно, но ритуалы заканчиваются потом, знаешь, там, как Столтенберг говорит. Нет. Двери открыты, мосты подсвечены. Лет через 10. Слышь, мужик, тут горизонта планирования на 10 лет нет, ну, месяц. Ой. Я на месяц даже не планирую. Это в лучшем случае, знаешь, типа, горизонт планирования на месяц, это из разряда, что просто этот месяц будет. А он 10 лет мне рисует. С ума сошел? Ну, 10... Ну, 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 короче. Ясно. Оно же, знаешь, подгорает. Я тебе серьезно говорю. Настолько, что уже ты внутро противится. Просто это не от того, что я не хочу. Я же, конечно, толерант к этому всему относился. Но на самом деле, вот в условиях, когда ты уже третий год в условиях войны и видишь динамику, то, ну, наверное, тому, кто думает, сопоставляет, ему уже как-то можно вот без меня вот эти все вещи. Я думаю, ближайшее событие, за которым стоит наблюдать, это саммит НАТО, который вот-вот начнется. Посмотрим, что будет еще там. Давай сейчас не об этом... Это важно. Это важно. Давай сейчас не об этом. Про саммит НАТО мы поговорим, когда он случится. Давай по несколько слов, буквально коротко, потому что там не так, что много есть о чем обсуждать. Но все-таки Украина и Польша подписали соглашение. Вот. Сейчас по всем новостным пабликам разлетается новость о том, что Польша может рассмотреть передачу Украине МИГ. Для тех, кто хочет правильно понять эту новость, то Украина попросила МИГи, которые есть у Польши. А Польша сказала, что не может их сейчас передать по причине того, что они находятся на боевом патрулировании границ НАТО. И они могут рассмотреть эту передачу только в случае, если им заменят более современными самолетами. То есть подавать изначально новость о том, что Польша собирается рассмотреть передачу МИГа, это не было так, что здравствуйте, Украина, здравствуй, Польша, слушайте, Украина, мы хотим рассмотреть передачу вам МИГов. Не так происходило. Они уже рассматривают с 22-го года передачу. Ну, херово рассматривают. В целом, в целом, подписали мы соглашение. Оно чем-либо, как ты считаешь, отличается от того, что было подписано с другими странами? Ну, я признаюсь, я его еще пока не читал, но на ощущениях. Вот давай на ощущениях. Давай на ощущениях тогда. На ощущениях нет. Почему? Потому что он рамочный. Польша член Европейского Союза и больше обязательств, чем взял на себя ЕС, оно не возьмет. Может быть, может быть, какие-то отдельные пункты, которые касаются там совместных предприятий ВПК каких-то, или то, что уже запланировано на текущий год в части поставок, оно найдет свое там отражение, чтобы не быть выхолощенным просто типа ритуальными фразами. Все другие моменты, ну, если вдруг в Польшу прилетят F-35, то тогда они передадут нам МиГ, МиГ, да? Ну, или же тут можно читать это иначе, F-16 задерживается. И тогда нам передают МиГи, потому что на них летать мы пока умеем. Такого тоже нельзя исключать. То есть ситуация, допустим, с потерями нашей авиации, да, или ситуация с необходимостью соответствующих самолетов настолько критичная, что Польшу подстимулирует, да, или склоняет к тому, что все-таки передавай, передавай, в течение какого-то периода времени, ну, хрен его знает, может, порой F-16 передадут, они же давно все-таки в Североатлантическом Альянсе, по-моему, у них F-ки есть на вооружении. Ну, и в Польше получат, вместо тех МиГов, которые мы можем использовать, получат F-16. Три года телились, телились, и как бы вот наконец-то оно им подоспело, и они их разменяют на более дорогую позицию, сыграют как Орбан. Знаешь, рассмотрим, но три заменить на шесть. И вот просто плюс у нас, я не скажу, что прям вот сильно качественно по-новому выглядят отношения с Польшей, это с Туском он же ж, да, подписывал, а не с Дудой. Дудой сегодня вообще военный кабинет, по-моему, на тему стратегии национальной безопасности собирает, а Туск, соответственно, как премьер-министр подписывает соглашение. И ну, у нас с момента, как Туск возглавил правительство Польши, коммуникаций стало меньше, не сказать, что проблем стало меньше, но они подсвечиваются меньше. Они действительно, то есть блокировка границ существует? Существует. Квоты на товары введены? Введены. Новые квоты введены? Введены. И все нормально. Все, никто не кипишует, не говорит там, Туск, а что ж ты в отельской комиссии, что ж вы творите? Нет, уровень яда, критики снижен, как будто все в порядке. Это мы подписали и подписали. Я думал, честно говоря, что Польша будет одной из первых, с кем мы будем подписывать. Но там же опять были политические обстоятельства. Формирование правительства, обострение отношений с Польшей. И вот решительная дружба, жвачка добрососедства и граждане Польши чувствуйте себя как граждане в Украине, а мы будем чувствовать себя как граждане у вас, оно ушло в какое-то наше историческое прошлое. На моменте. Потом, может быть, заиграет новыми красками. Это опять же. Не надо лепить в человеческие отношения, вернее, в межгосударственные отношения то, что свойственно человеку. Дружба вечная, тысячелетняя. Подожди, захнул. С бритами столетняя будет. Тысячелетняя еще нет, это в развитии темы. Поэтому, да, с поляками подписали и подписали. Но вот по, если цитата верна и она там не имела продолжения никакого на тему того, может быть Венгрия посредником или нет, ну, президент вполне себе отражает уровень тех посредников, между которыми существует противоречие, которым тоже надо договориться, чтобы война зашла в, скажем, логичный финал. Так что тут я, тут дико плюсую и Владимиру Александровичу, и Андрею Борисовичу, и вообще всей их дружной команде, которая поехала и родила такой прекрасный тезис. Вот так вот. Еще одна новость, Андрей, давай пробежим ее коротко. Выборы во Франции, да, которые прошли, есть определенные результаты, и даже премьер-министр, который хотел уйти в отставку, отставка его была не принята Макроном. Тезисно, что происходит во Франции? Макрон затеял игру, в которой успеха не одержал или не получил. Почему? Потому что он хотел подтверждения, скажем, того, что он владеет поддержкой большинства внутри страны или даже в совокупности в какой-то коалиции. В итоге получил недееспособный парламент, в котором крайне маловероятно выглядит, что три депутатские группы смогут найти точки соприкосновения. Значит, каждый отдельный документ или каждый отдельный законопроект это будет предмет дебатов, компромиссов, а с учетом того, что там коалиция крайних левых, коалиция крайних правых и коалиция Макрона, и как бы они все друг друга любят, просто на уровне антагонизма, то переговоры будут продолжительные. И самое главное, что вроде бы необходимо, с учетом того, что левые получили большинство, имити на уступку вообще не с руки. С учетом того, что на подъеме правые, имити на уступку тоже не с руки, потому что они хотят одержать победу в следующем цикле в 25-м году. И Макрон где-то со своей платформой где-то посредине. Правительство почему не отправило в отставку, хотя должен был бы, потому что не было бы проблем, чтобы тот же состав в статусе ИО продолжал исполнять обязанности. Но Макрон говорит, давай подождем, как там ассамблея соберется, потому что тут же Олимпиада, потом месяц отпуска, как бы Франция мало чем отличается от другой европейской страны, они в августе все отдыхают, ну а это все время, что ты будешь вообще без дела ходить, не-не, ты побудь, 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 а потом соберутся, соберутся, кого-то предложат, а может никого не предложат, такое, кстати, тоже предлагают или формируют правительство большинство, большинства нет, соответственно, пока найдут компромиссную фигуру, пока это компромиссную фигуру я рассмотрю, все это вообще на полгода может затянуться, ну я условно драматизирую, там до осени, поэтому ты пусыть, ты молодой, время у тебя есть, 35 лет, нормальный парень, все нормально, но когда эти все круги пройдут, не факт, что он там еще раз не распустит эту ассамблею, не скажет, смотрите, ну трындец, ну что же вы такое наголосовали, но не факт, что его результат будет такой же, но может сформируется новая конфигурация каких-то объединений, которые там усилят позицию одних или других, короче, бардак, типичная Франция, вот оно, что на улицах Парижа, я не был, но решительно осуждаю бардак, до Олимпиады, под Олимпиаду, наверное, причинцали, что вот и в политике, голосов много, киперша много, я думаю, что Лепен сейчас, с учетом того, что она не получила тот результат, который хотела, хотя она довольна результатами, это, ну, закономерно, она в течение какого-то короткого промежутка времени присоединится к группе патриоты Европы или европейские патриоты, которые инициированы Орбаном в Европарламенте, и там-то они покачают и будет добавлять себе электоральные баллы, скажет, нет, политиков все не туда, леваки, они загубили Европу и хотят загубить и Францию, мы будем на уровне Европарламента отстаивать все остальное, что надо отстоять, ну, это для нее хороший плюс, плюс, плюс и очередная ступень, будет, не будет, поживем, увидим, ну, как бы, стабильности Франции не добавилось, Макрона маневр пока тоже не преуспел, ну, и Олимпиада пока еще не испорчена, ты понимаешь, не на кого возложить ответственность, то есть, были бы большинство у кого-то другого, ну, то есть, если сам выигрываешь, тут вот я легитимный, все хорошо, ну, легальный, легитимный, был бы кого-то другого, ты же после 25-го года говоришь, видите, видите, что вы наголосовали, какое говно страну привели, и люди говорят, ну, да, ну, ошиблись, захотели перемены, а так, ни у кого большинство, и получается, ты этот весь сырбор заварил, а стабильности страна не приобрела, ну, ты же распустил, ты распустил, и вроде опять тебе минус, ну, Макрон, французы, следим за страницей в инстаграме Макрона, там хороший фотограф, отличные фотки. Отличные фотки, ясно. Андрей, давай подытожим, какие ближайшие события, за которыми людям надо следить? НАТО. Саммит НАТО. Ну, опять же, как следить? Читать документы. Речи, это чушь. Ну, то есть, читать документы и пытаться вот на территорика чуть возноситься. Почему? Ну, допустим, то, что будет касаться Украины, мы остановимся на в массовом сознании на тезисе 40 миллиардов, ну, или там какое-то количество миллиардов. А в то же время, если там не будет в Венгрии еще какого-то ряда стран, то получается солидарность принятия решений в странах НАТО, она немножко нарушена. Или тех, кто не поддержит эту инициативу, это те, кто будут или являются четко, понятно для нас теми, кто пока не сформировал политической воли для нашей интеграции в Северно-Атлантический Альянс. Но важно единство в Альянсе нарушено, потому что Альянс не принимает решения ни большинством, ни там конституционным большинством, а единством. Ну, а самое важное это документ. Документ, я думаю, частично мы с тобой обсудим в следующий понедельник, если это еще будет актуально, ну, через три дня, пока он появится. Ну, нормально, короче, может потерять актуальность. Ну, на Легисте точно будет, суббота и воскресенье. Где ссылочка на Легист? Зубды в описании, там где и ссылка на Пасов в Телеграм-канал. Да, ребят, в описании. Всем спасибо, кто был этот час вместе с нами. Андрею, спасибо большое за широкие развернутые ответы его видения ситуации. Кто согласен, не согласен, напишите об этом в комментариях. В любом случае, вы посмотрели, а значит, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. Ссылка на канал Легист также есть в описании, а там еще есть реквизиты, по которым можно поддержать наш канал, потому что выходим мы благодаря вашей поддержке. Ребят, хорошей вам недели, насколько это может быть. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова